Всем привет! Добро пожаловать на самый жаркий канал, посвященный русской бане. У нас сегодня вторая часть Сергея Валентиновича, которой посвящена веникам. Вторая часть Сергея у нас посвящена каким-то просто невообразимо большим веникам. Таким веникам можно, наверное, я даже не знаю, при желании убить. Но он легкий. Он легкий. Зачем вот такой веник нужен в бане? Кстати, кто не смотрел первую часть, нажимаем на кнопочку «А» и здесь будут все выпуски передачи Сергеева. Ну, убивать-то, конечно, мы никого не будем. Но вот обратите внимание, дорогие друзья, что вот этот веник, вот этот веник, он такой большой, действительно легкий. Его вес, ну, грамм, наверное, 40, не больше, может быть, 50. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы осуществлять так называемое бесконтактное парение. Что это такое? Вот представьте себе, что у вас есть маленькие дети, нежные барышни, которые не любят или не хотят, чтобы их парили вениками. Но хотят париться вениками. Поэтому мы берем с вами хорошие, мягкие, большие, легкие веники и делаем бесконтактное парение. А что это такое? Это когда мы поддаем на печь воду, вода испаряется, поднимается наверх, образуется паровой пирог. Мы этот пирог кусочками так вкусно берем и опускаем на нашу модель. И таким образом бесконтактно мы как бы опускаем часть вот этого пара в определенном направлении, конечно. Нужно знать откуда и куда. Не касаясь тела, человек получает целебное удовольствие. Мы воздействуем на тело паром. То есть мы просто перемещаем пар плавными движениями в определенном направлении. Чтобы это было полезно и целебно, нужно знать, как это делать. И самое главное, иметь вот такие замечательные веники. Вот этот веник, это веник из клена. То есть есть такое дерево, называется клен. По сути дела, он легкий почему? Потому что клен достаточно тонкий листочек. Вот обратите внимание, практически можно даже просветить на свет. За счет этого он легкий. Нежный, легкий веник. И сейчас я расскажу, как его сделать, этот веник. Практически, когда созревает это дерево, но это летом, конечно, июль, либо август месяц, мы нарезаем то же самое тонкие веточки. Тонкие веточки. Да, но совсем тоненькие. Выкладываем их на определенном расстоянии друг от друга, чтобы они немножко обвялились. Потом мы связываем не основательно, а формируем веник. И опять, как в дубовом венике, делаем таким образом, чтобы тыльная сторона листа была наружу. То есть, вот эта сторона листа, она подвержена солнечным лучам. Сюда попадает ультрафиолетовый свет, синтез происходит. И сохраняется все на тыльной стороне листочка. Таким образом, все целебные вещества у веников с большими листьями сохраняются на тыльной стороне листа. И вот это очень важно. Мы формируем веник, связываем его предварительно. И подвешиваем в темное прохладное помещение, чтобы он там высох. Когда он высыхает, мы окончательно перевязываем. Но здесь синтетические бечевочки. Может натуральные, может синтетические. Окончательно перевязываем. Делаем сначала тройной узел. Потом фиксируем обычным узлом. И у нас получается вот такой замечательный красавец. Который мы используем для бесконтактного парения. Им, конечно, можно биться, как многие говорят. Но дело в том, что этот веник, он достаточно нежный. Если вы будете к своему телу его очень сильно прижимать. Или, ну, так бить, так называемый. То он потеряет свою форму. Польза, конечно, будет. Но лучше использовать его непосредственно для бесконтактного парения. Это клен. Вот здесь веник лежит у меня. Похожий на клен. Некоторые путают. Но на самом деле, это так называемый, так называемый, канадский дуб, банный дуб, голубой дуб. Еще называют его красный дуб. Это краснодарский дуб. Который тоже похож немножко на клен. Вот этот веник собран в июне месяц. Это ранние веники. То есть, здесь листочек тонкий. Собран он так же, как предыдущий. Тыльной стороной наружу. Это тоже для бесконтактного парения. То есть, вы берете два веника обязательно, чтобы у вас был баланс. Поддаете водичку на камушке. Опускаете порог, распределяете. И тем самым у вас вот это парение, так называемое, дает удовольствие человеку, которого вы парите. Этот человек лежит на полке. И у него под головой и под ногами лежат другие веники. О которых мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас вот, если у Марата возникнут вопросы, я сейчас отвечу на них. У меня куча вопросов. То, что им прикасаться очень сильно. То есть, он не для плотного, скажем так, веничного массажа. То есть, не надо делать упор. То есть, это для омахивания, опахивания веник предназначен. И вот мне сразу бы еще хотелось бы повторить тему правильных, хороших веников. Потому что я неоднократно видел в магазинах, когда листву прям топором. Видно, что при сборке веника, уже не листвы, а веника, его обрубали топором. И торчат такие вот веточки, которыми можно уколоться. Я так понимаю, что это вообще неправильно. И подстричь аккуратненько, может быть, ножничками и можно, там, кусочки листвы. Но никак нельзя оставлять вот такие вот острые края, чтобы они торчали во все стороны. Вот здесь вот нет ни одного краешка, которым можно было бы зацепиться и нанести какую-либо травму. Да, смотри, значит, здесь смысл в чем. Некоторые торговцы, которые продают веники, создают определенную форму. Ну, красивую, на их взгляд, форму. Тем самым, обрезая листву, они формируют какую-то такую, ну, как лопата такая закругленная получается. С одной стороны, вроде бы эстетично и красиво. Но с другой стороны, я сторонник того, что обрезать ничего не нужно. Лист должен быть целый. Вот как в этом венике, как в кленом венике. А что касается парения контактного, да, то у кленового веника достаточно нежный листочек. Это не дуб. Им нельзя сделать ту же припарку. То есть, практически, вот, у нас с той передачи остался как раз дуб, это классика. И вот у нас клен. То есть, можно прям посмотреть, какая разница в размерах. И размеры, и качество листа. Значит, дубовым мы делаем припарку, а вот кленовым припарку мы уже делать не будем. Потому что он не нагревается сам лист. Он не плотный, он тонкий. Используя его как опахал или как веер, мы нагнетаем просто пар. Паром двигаем. Вот этим детям очень нравится, кстати говоря. Когда некоторые боятся. Иногда боятся, вот, горячий веник. Опять же, веник уже можно и обжечь человека. Если он распарился, и ты прикоснулся, и это не припарка, а ты просто забыл. Но специалисты-то это не сделают. Но любители там могут распарить, приложить и забыть. И ты можешь получить даже ожог. Кстати, я говорил про свежий березовый веник, то же самое. То есть, им нужно париться очень аккуратно. Потому что там влага содержится на 100%. Если ты его распарил и приложил, а человек не готов. Можно получить, ну, небольшой, но ожог. Компрессик для друга. Компрессик, да. Но, тем не менее, если грамотно сделать припарку в определенных дозах. Там и суставы, и поясничка, то очень полезно. Потому что содержащаяся в нем вода, она дает тепло дополнительно. У меня, кстати, сразу вопрос. Вот сейчас начало весны. Он не потерял практически свой цвет. Он зеленый. Да. И он достаточно мягкий. То есть, вот ты говорил, что можно лист сложить. Вот отрываем лист складываю. Вот можешь даже сложить. Показать, что такое настоящий хороший сухой веник. Оп. Он не крошится. Он не крошится, да. То есть, вот я его сомнул. Снял. И мы его можем опять распрямить. Это говорит о чем? Это говорит о том, что технология соблюдена при сохранении этого веника. То есть, он высыхал в прохладном помещении, в темном. Почему он зеленый? Потому что не было достаточного света, чтобы выбивать вот эти вот хлорофильные частички. То есть, это хлорофилл. У нас и есть рояль в кустах. Да? А, вот. Ха-ха-ха-ха. Ну, вот, да. Вот это как раз вот, чтобы показать зрителям, чего быть не должно на самом деле, да. Вот этот веник чувствуется, что он собран тем человеком, который не знает, по сути, как делать правильно. То есть, взяли просто ветки. Да. Связали веревкой. А вот можно прям показать разницу. Ну, вер, ветки. Да, да, да. Это же, это что у нас? Это у нас дуб. Это у нас вот такой. Канадский дуб. Вот он. Вот он. Ну, вот она вот. То есть, вот это аналог. Аналог, да. Канадского дуба. Вот. И смотрите, ручки одинаковые по размеру, по толщине, по диаметру, да. Ну, этот чуть поуже, конечно. Но дело в том, что тут, видимо, собирали, я не знаю, из каких соображений. Просто собрали, завязали, вот этот даже болтающий. Кстати, вот немаловажно, наверное, отметить, для хвата, да, вот если взять вот такой веник, и им не умело махать, то можно им поцарапать. То есть, реально как бы можно взял и поцарапать. Это тоже для парильщиков, да, когда эргономика влияет на то, насколько долго вы сможете работать веником. Потому что, если целый день человек работает и постоянно сжимает, это не значит, что он писал себе накачать. Кстати, по поводу хвата веников, вот сейчас появилась кнопочка «Ай». Еще раз, здесь как раз-таки можно посмотреть, как Олег Евгеньевич Рябиков, в миру лекарь, рассказывает о хватах веников. Вот. И вот этот хват, он очень интересен и полезен, потому что им можно и опахивание делать, и припарки делать, ну, любые движения. Но, по крайней мере, вы не напрягаете руки при парении. Да. То есть, у нас вот есть еще и вот такой вот хват тоже есть, но в данном случае он здесь бессмысленный, потому что, как бы таким хватом это все-таки надо использовать дубовый веник по большинству. Это у нас для омахивания, для опахивания. То есть, предварительное знакомство гостя с паром. Да. Потому что, когда человек приходит, ему нужно первоначально прогреться без веников. Есть такой предварительный прогрев. Человек заходит, можно без веника, можно с веником. Можно еще каким-то способом есть опахала, простыни, полотенца, веера. Но дело в том, что если вот на этот веник, это уже я вам делюсь секретом небольшим, нанести несколько капель определенного аромата эфирного масла для достижения желаемого результата, то этот пар уже приобретает вкус. То есть, вы практически, опуская на человека вкусный, в прямом смысле этого слова, пар, может быть апельсин, иланг-иланг, базилик, все что угодно. Человек дышит, вдыхает, но человек дышит еще и кожей. И практически через кожу этот аромат тоже поступает в организм. Если у вас нос заложен, и у вас не дышит, как в той рекламе, то тело все равно чувствует. Поэтому в русской бане очень важно иметь ароматы. Ароматы. А об этом у нас будет отдельная программа. Да, сделаем еще один видос, поэтому не забывайте подписываться. Да, потому что в бане веник хоть и дороже денег, но не настолько уж дороже, но самое главное, это вот в русской бане, это наличие ароматов. То есть парная должна быть ароматизирована травами, вениками, запахами, маслами. Но делать это нужно грамотно. А что касается бесконтактного парения вот такими вениками, можно нанести, как я уже сказал, несколько капель эфирного масла, я опускаю пар на человека, дышать и получать целебное удовольствие. Но это получается, что после предварительного нагрева мы переходим до классика. Это дуб, береза. Да. То есть мы, первый заход у нас предварительный прогрев, мы заходим в парилку, 5-10 минут. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы начался процесс потоотделения. То есть человеческий организм начал реагировать. Почему реагировать? Если человек потеет плохо, мы даём рекомендацию, чтобы он начал потеть. Потому что человек в бане должен обязательно потеть. Я на одной программе радио спрашиваю ведущей, что мы делаем в бане? Фамилию называть ведущей не будем. Мы в бане раздеваемся. Понятно, как она стала ведущей? А я говорю, нет, в бане мы потеем. То есть мы ходим в бане для того, чтобы попотеть, чтобы очистить свой организм. Если человек потеет хорошо, как римляне говорили, они здоровались и говорили, как вы потеете. Если человек хорошо потеет, ну отлично. Если человек потеет не очень хорошо, мы ему поможем. То есть есть ряд методов, стимулирующих потоотделения. Но первоначальный прогрев, когда мы заходим, как раз это первая ступень. Мы погрели, пот выделился, человек вышел. Ну и дальше уже по схеме программ парения. Собирать их лучше во второй половине лета. Тоже веточки вытащили. Вот сейчас смотри. Как формировать? Сейчас смотри. Самое интересное, как формировать. Как формировать? Ну вот возьмем канадский дуб. Что касается лета. Вот у меня есть три типа веников канадского дуба. Это майский. Майский. Это нежный листочек. Июньский. И есть еще август-сентябрьский. То есть по жесткости. То есть вот эти веники, поскольку они растут на Кавказе, они хороши от мая до сентября. Просто нужно понимание использования, для какого клиента вы это делаете. Для ребенка, для девушки, конечно, помягче листочек. Для тех, кто любит пожестче. Потому что этим веником можно не только делать бесконтактный парень. Ну, притрагиваться. И можно еще и париться. То есть это достаточно прочный, хороший веник для парения. В том числе. Если лист жесткий, его распарили, как я уже говорил. И можно им париться. Причем в нем содержится витамин группы D. То есть если вы не загораете под солнечными лучами. И у вас меланин, скажем так, вещество, которое вырабатывается в организме, отсутствует. То, используя этот веник, можно создать своему телу определенный нежный цвет коричневого шоколадного оттенка. Но это отдельный. Задубить. 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 А так, в принципе, все то же самое. То есть собираем веточки. Складываем. Высушиваем слегка. Подвяливаем. Связываем слегка. Ставим либо распорочку, чтобы в темном прохладном месте он находился, проветривался. После того, когда все высохло, но имеет определенную консистенцию, не ломается, чувствует. Это нужно как повар ощущать. Он не сыпет соли, сколько написано в рецепте. А ему говорят, значит, 15 грамм. Он никогда не смотрит. Профессионал. Он всегда посолил, попробовал. Также здесь подошли, попробовали, готово. Снимаете, затянули под пресс. И вот таким образом будет зеленый, красивый, душистый. И у вас видит. Ну, здесь, да, у них прям такой ароматный аромат. Фитонциды. У нас тут получается фитотерапия параллельно со съемкой. Кстати, да, коли фитонциды, давай-ка мы проанонсируем следующую передачу. Прям, мы назовем ее фитотермальный массаж. Фито – это у нас все травки. Термо – это у нас парилка с жаром и паром. И массаж – это то, что можно делать веником. Еще раз, значит, следующая наша программа будет фитотермальный массаж и дыхание. Ну, как бы дыхание. У нас в гостях был серебряный призер чемпионата мира. Человек, который понимает о вениках вообще все-все-все. Услугами которым веники, короче. Вот вы заходите и спрашиваете куда-нибудь. Есть ли у вас веники от Сергея Беляева? Если нету, значит, баня не топ. Найти меня очень просто. Забирайте три слова. Сергей Беляев – баня. И мы с вами вместе идем куда-нибудь и паримся, получаем цель. А, он еще, да, программы проводит. А сайт – русбанпар. русбанпар.ру Все, спасибо большое. До встречи, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Всего доброго и ждите следующую передачу.